Внимание! Кто сдает ОГЭ в этом году? Я для вас подготовила конспекты по русскому языку и истории. Примеры вы видите у себя на экране. Их составляла я сама и сдала все экзамены на пятерки. Они очень полезные и цена на них невероятно низкая. Вся информация есть в описании и в закрепленном комментарии. Всем привет! Это первый выпуск Study with me в этом году. Абсолютно все домашнее задание я начинаю с ежедневника, выписываю всю домашку, все свои дела, чтобы понимать, какой объем работ мне предстоит. Сейчас, в сентябре-октябре, очень актуальны Олимпиады. Начинается этот период всероссийских Олимпиад школьников. Можно просто попробовать свои силы. Или же учителя нас мотивируют тем, что если мы пройдем Олимпиаду, они могут поставить оценку по тому или иному предмету. Но мне, как десятикласснику, просто невероятно важно участвовать в этих Олимпиадах, потому что, как мы знаем, если человек побеждает в той или иной Олимпиаде, ему открыт путь в любой вуз страны. В этом году, в отличие от некоторых, я реально серьезно подошла к Олимпиадам. Хочу делать упор на таких Олимпиадах, как право, экономика, история, общество, знания. То есть, те предметы, с которыми связано мое направление. В этот день мне было необходимо пройти Олимпиаду по праву. К ней я даже решила подготовиться. Посмотрела несколько разборов, видеоуроков заданий Олимпиад именно прошлых лет. Что-то еще в интернете из дополнительной литературы почитала. Ну и также прошла Олимпиаду по физической культуре. Далее я решила приступить к выполнению домашнего задания по биологии. Нам задали сделать табличку и еще пару заданий к ней. В комментариях под моим видео у вас возникает множество вопросов по поводу моей учебы. Поэтому я отвечу на них. Кто не знал, я учусь в 10 классе. И у нас как бы есть один класс, но мы учимся по двум разным программам. Есть, естественно, научная часть класса и гуманитарная. Я отношусь к гуманитарной. Но при этом вот один раз в неделю у нас есть биология, ОБЖ, информатика для общего развития, так сказать. Но все эти предметы один раз в неделю, и они не так уж сильно меня напрягают. Важно просто выполнять домашнее задание. Потом я сразу же приступила к математике. Выполнила домашнее задание по алгебре и по геометрии. В этом году я себе поставила такую некую цель. Это относится, конечно, ко всем предметам, но преимущественно к математике. Как бы я не хотела на уроке отдыхать, как бы я не хотела домой. Нужно сидеть и слушать тему, пытаться в нее вникнуть. Если что-то непонятно, спрашивать у учителя. Потому что проще эту тему понять сейчас на уроке, чем разбирать дома. Потому что у меня в прошлом году было множество таких ситуаций, то что вот, все, математика, последний урок. Ты уже ничего не хочешь, не писать, не вникать. Но это большая ошибка. Я пытаюсь задавать вопросы учителю, потому что я осознаю то, что я прежде всего нахожусь в школе, я учусь. И несмотря на то, какой у меня будет глупый вопрос, мне просто главное получить ответ на него и разобраться в теме. Быть мега продуктивным и заниматься не отвлекаясь, это, конечно, очень круто. Но это невероятно утомляет. Иногда хочется просто отдохнуть и позалипать в ютубчике. И тут я могу вам порекомендовать канал Иван Хея. Он снимает видео на различные темы, но сейчас готовит просто грандиознейший проект, в котором, кстати, по секрету могу вам сказать, вы можете выиграть стикеры ВК или же даже деньги. Ссылка в описании, а мы продолжаем. Наконец-то я приступила к своему любимому предмету, это история. В классе мы прошли тему про Первую мировую войну, и мне дома было необходимо в ней тщательно разобраться и понять. Всегда, при разборе абсолютно любой темы, я изначально беру школьный учебник по истории, читаю параграф, потом достаю все свои пословия, книжки, справочники, читаю информацию уже там, и потом уже переключаюсь на видео уроки. После этого я приступаю к конспекту. Если я понимаю, что той или иной информации мне не хватает, или она в моих справочниках упущена, мне необходимо сделать конспект. Я его почти всегда делаю в электронном формате, потому что я просто ненавижу писать конспекты от руки. Это занимает буквально уйму времени, мне проще написать конспект в электронном формате, потом его распечатать и выучить. Но именно в тот день распечатать конспект я себе не смогла, поэтому пришлось его писать от руки. Только что забрала все книжки с Валбереса по подготовке к ЕГЭ. Их тут целая стопка, сейчас все покажу. Первые две книжки это просто тематический тренинг, здесь 10 вариантов по обществознанию, а тут 20 вариантов подготовки к истории. И вот оставшиеся три пособия, это все по подготовке к истории. Сначала это справочник от Баранова по подготовке к ЕГЭ, потом взяла, напробовала вот такую вот книжку, такую пособие, здесь просто справочник исторических личностей, информация о них. И также взяла мне столько учителей и в школе, и мой репетитор рекомендовал вот этот справочник, Кацвай. На ютубе я о нем насмотрелась, наслышалась, поэтому в совокупности коровы буду еще и его читать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом мое видео заканчивается. Хотела вам напомнить про подписку на канал Иван Хэя, и также про конспекты. Опять же таки, можете мне писать по поводу них, либо на почту, либо на страничку ВКонтакте, ссылки в описании и в закрепленном комментарии. А я всех люблю, целую, обнимаю, и всем пока!